Скажи мне вот для начала, я себя поймал на мысли буквально перед эфиром, что подростковое кино – это как-то, ну блин, так стрёмно звучит кино для подростков, подростковое кино. Во-первых, есть в этом какой-то эйджизм, как говорит мой ребёнок, ну и во-вторых, просто как-то коряво на язык ложится. Есть какой-то термин специальный? Да нет, наверное, я не знаю, может мы придумаем, конечно, но так на вскидку я ни в чем в голову не идёт. Понятно, что там, блин, кино для тинейджеров, но это просто англицизм, и ничего не меняет особо. Ну вот да, я вообще, в принципе, давай вот сейчас сразу правила игры с тобой установим, мы, так я понял, закусились с тобой в плане возраста, что считать подростковым кино. Но я посмотрел, в принципе, консенсус на эту тему, но это вот где-то 12-14-20, то есть то, что называется переходный возраст, когда человек перестаёт быть ребёнком и ещё не стал взрослым. Вот в этих параметрах мы, наверное, будем думать об этом, да? Как ты? Согласен, нет? Ну, да, нет, опять, понимаешь, 20 лет, ну вот понимаешь, но уже всё-таки не подросток. Понимаешь? И вообще, ну, что нет, подросток? Нет, не подросток. Ну да, ну да, лет 16 максимум, по-моему, вообще. Вот как пубертет закончилась, подростковость и кончилась, как-то так для меня. А вообще, в этом плане, я вот так вот подумал, очень интересная вещь. Я вот когда был подростком, я очень много смотрел кино, но вот забавно, что именно кино про подростков мне нравилось вот меньше всего. А вот другие фильмы осмотрел с удовольствием. А вот на самом деле это очень интересный момент, мы об этом обязательно поговорим. Я хотел к этому придраться, зацепиться, но своё время. Давай, для тех, кто будет слушать онлайн, я скажу, что это Алексей Евдовин на границе Европы, Азии, Екатеринбурге, в России. И со мной Владислав Граковский, Штутгарт, Германия, режиссёр, актёр, продюсер и прочее, прочее. Так что ты в теме, вопросов будет больше к тебе. Ой, вряд ли. Я же не специалист по подростковому кино. Но, конечно, посмотрим, да. Да, давай, Валентина, послушай, мы двинем сборку. Да, здравствуйте, ведущий, я своём по-моему согласен. Чтобы быть крутым, надо быть старше своего отца. Как ни крути, мы всё равно начнём с тобой, с тобой, с Советского Союза. Я тебя вот о чём хотел спросить. Вообще вот эта специфика, у меня такое ощущение. Или это всё-таки стереотип такой, что театр юного зрителя, вот эта студия горького для детей, юношество. То есть вот такая вот градация, да, когда говори, вот это для подростков, вот это для детей, вот тут мы специально будем для детей и подростков работать. Это вот чисто советская специфика или нет? Ну вот смотри, я тебе одну вещь такую хочу сказать. В своё время, когда мы познакомились с господином Карагутским, а ты помнишь, они приезжали в Ташкент, да, Ленинградский театр юного зрителя. И тогда уже была эта тема, вот о том, что ты сейчас вот говоришь, тогда уже эта тема так вот удивляла. И, в общем, что говорил тогда Карагутский-то? Что для детей надо играть так же, для взрослых, только лучше. И действительно, у них спектакли были интересны и взрослым, и детям. Понимаешь? Мне кажется, как раз таки, вот если фильм, в данном случае мы про кино говорим, интересен и взрослым, и детям, ну, блин, наверное, это да. Ну, в смысле, подросткам, значит, это а, подростковое кино, но оно состоявшееся кино. А если оно интересно только одной категории, значит, вот оно куда-то не зашло. Я понимаю, я имею в виду вот эту специфику. Это реально чисто вот советская специфика, ну, как бы, страны, победившего социалистического лагеря. Когда вот мы специально для подростков что-то будем делать, вот у нас прям вот институт специальный под это создан. Или все-таки не только наша история? Института здесь нет, но здесь есть тоже театры для детей. И есть при каждом театре отделение, ну, детского творчества, хотел сказать. Нет, ну, не творчество, а чего. Ну, вот спектакли для детей есть. И, конечно, и детские журналы есть там, и все на свете. То есть, в общем-то, нельзя сказать. Я не знаю, как в Америке или там в других странах, как в Германии, этого навала. Давай послушаем сейчас Валентина Елистова и двинем дальше. Валентин. Владислав, у меня вопрос к вам. Вот вы говорите, нахер подростковое кино. Как вы относитесь к серии фильмов «Американский пирог», допустим? Это же очень прикольно. Тупой, но смешной американский юмор. Я боюсь, если чисто мое мнение, как говорится, я боюсь, что мне это кино не сильно нравится. Вот я даже не помню, видел, видал ли его или нет. Но, по-моему, как-то, может быть, даже и видал. Ну, я не знаю, есть фильмы тоже тупые и веселые, но что-то вот именно с пирогом как-то у меня не сошлось. Не сошлись мы характерами. Ну, если ты не запомнил, значит, тебе не зашло. Ладно, это частность. Давай листово послушайте. Послушайте, потом пообщайтесь. А у нас такой мрак над городом повис. Мало того, что у нас выпал снег в сентябре, вот, так еще и внутри народа такое настроение. Все с бледными лицами на улице ходят. И погода, как говорится, как никогда в кстати. Ну, насчет погоды, насчет бледных лиц не знаю. Это мы отложим на воскресенье, на рабочую полночь. Если она будет в это воскресенье, мне есть что сказать. А насчет погоды, коллега, жесть. Я вообще утром проснулся позавчера в своем Екатеринбурге на пятом этаже. Вышел из дома и почувствовал себя участником фильма «Асса». Эти вот набрякшие от холода и снега желтые и зеленые листья, порубленные ветви. Реально, деревья под тяжестью снега просто валятся на зиму. Вот сегодня с трудом коммунальщики все у нас разгребли. В общем, я в ужасе зашел обратно домой и первый день вообще из дома не выходил. Сейчас вот магазин ходил минус три. Ну, ладно, это погода, это все частности и детали. В общем, да, согласен, жесть. Мне это крайне не нравится. Давай Диму послушаем. Добрый вечер. У меня вопрос. Я думаю, что вы сто процентов смотрели фильм германский «Дети станции ЗОО». Либо же он называется «Я, Кристина». Как вы считаете, это подростковое кино? Либо же это для взрослых? Так, вы сейчас пошел гуглить, потому что у меня такое ощущение, что я его смотрел. Я слышал что-то об этом, я не смотрел конкретное. Вот этот фильм я не смотрел. У немцев вообще очень много фильмов про подростков, особенно в последние годы. Ну, может быть, и до этого было, я их не застал, наверное. Но очень много фильмов, я об этом буду говорить. И вот «Чик» недавно был, до этого были там «Осколки», «Дефеты Ярензенфарбай», «Солнечная аллея». Вот я буквально вчера посмотрел фильм «Когда мы мечтали». Я считаю, это действительно фильм и про подростков, и для подростков. Его очень интересно смотреть. Я подозреваю, что «Зоо», наверное, тоже что-то в этом роде. Боюсь что-то сказать, потому что я его не видел. Но если это вот в этой линии, что я назвал, то есть это фильм действительно, что называемая, драма взросления, когда вот меняются иллюзии, уходят, а приходит такой какой-то взрослый мир. И вот у немцев целый ряд таких фильмов есть. Бро, ну я читаю описание на Кинопоиске. Это вообще 81-й год, жуткая жесть про наркоманов. Но, в частности, на афише заявлен Дэвид Боуи. Там, видимо, есть какое-то камео. Вот, 81-й год. Ну, слушай, Дим, я его не смотрел, правда. Но на самом деле... Да, я тоже. Ну, я гляну, опять-таки. Если мы пойдем по конкретике, ну, окажется, что мы что-то смотрели, что-то не смотрели. Не знаю, в любом случае мы зацепимся за какие-то фильмы, которые на слуху. Ну, как-то вот только сегодня, ну, вот перед этим эфиром возникла необходимость какую-то градацию провести для подростков, недроподростков. Вот скажи мне, ладно, бог с ним, скажи мне, вот я все-таки под таким стереотипом живу, старческим, что раньше было лучше. Или это все-таки действительно так? И фильмы СССР, они лучше, чем российские фильмы, подростковые в том числе. Как ты считаешь? Нет, я так не считаю. Я понимаю, что вот мы когда собирали с тобой какие-то фильмы, я вот понял, что из тех фильмов, которые я смотрел в детские, детские фильмы очень неплохие. Вот реально там сказки или какие-то еще вещи, очень неплохие фильмы были в Советском Союзе. Вот именно про подростков мне вот реально не один, по-моему, может быть, один там с половиной зашел фильмы, а фильмы, правда, которые я смотрел позже, вот я которые сказал, там, испанские, американские, немецкие, ну, как-то вот они мне больше стали заходить. Хотя, ты видишь, я не совсем совпал с ними. Ты знаешь, когда я помню, я первый такой подростковый фильм смотрел в Ташкенте, Югославский, назывался он «Пришло время любить», может быть, ты тоже его видел. Да, что-то название знакомое, но я не запомнил. Мы рыдали, потому что такого уровня откровенности у нас не было. Хотя это Югославия всего-навсего была. Интересно. Давай, Валентина, включим, и я буду сейчас с тобой разбираться. Я до тебя закопаюсь. Я считаю, что подростковому кино есть место быть. Ведь там просто затронуты чаще всего это проблемы подросткового переходного какого-то периода. А они у нас у всех были. И там бывает в некоторых ситуациях или шутках, которые происходят в фильме, ты вспоминаешь себя и так далее. Это как ни крути. Это для... Фильмы для разного возраста. Это не только для подростков, допустим. Абсолютно, Валентина, сто процентов. Согласен, да. Говоря вот о стереотипе о том, что раньше было лучше, я же всегда все проверяю на ребенке до сих пор. Правда, ей уж сейчас сколько, Господи помилуй, 22. Но пока она пребывала в подростковом состоянии и переходила в более взрослое, я все время какие-то вещи советские, старые, на ней проверял. Вот. И я обратил внимание на то, о чем Валентин говорит, что я сегодня смотрю это кино и воспринимаю его вполне адекватно, без всякой натяжки, вообще отлично. И ребенок, будучи ровесницей главных героев, ну плюс-минус, да, она его тоже воспринимает совершенно адекватно и тоже без всякой скидки на время. Ну, единственное, может, какой-то вопрос мне задаст, вот чисто по быту, да, какие-то вещи, которые ей не знакомы, поясню. Вот. Но это все заходит абсолютно. Вот. Поэтому мне все-таки кажется, что советские фильмы, они в этом смысле как-то попадали. Давай разберемся, почему они тебе не заходили, когда ты был ровесником главных героев. Мне это интересно, потому что я чувствую, что у нас там совершенно какой-то подход. Ты сейчас когда говорил, ты сказал, что вот, ну, один или полтора фильма мне понравились. А что это за один и полтора фильма? Вот, если я правильно помню, мне понравился там более или менее, то есть не то, чтобы я его пересматривал, но я когда смотрел, именно вот из... Мне вообще больше нравились фильмы для взрослых все-таки. Или сказки, вот говорю, удивительно. Вот середина как-то прошла. Я помню вот очень хороший фильм, там были, правда, подростки, «Автомобиль, скрипка и собака-клякса», очень такой игровой фильм. Там были в основном детишки, но там были и взрослые, и там были и подростки немножечко. И вот эта тема подростковости, она там с ними не слюнявилась как-то, да, допустим, а вполне так открыто, хорошие какие-то темы были. Если я правильно помню, это Ролана Быкова фильм был. Абсолютно верно. И вам и не снилось, допустим, там тоже какая-то была история, ну, правда, я читал до этого в том же журнале «Юность», помнишь, мы говорили с тобой про «Курьера», в общем, все мы читали в «Юности», по-моему, вот тогда в то время. И вам и не снилось тоже, ну, вот какая-то, ну, все равно, ну, необычная история, не понимаешь ни том, как пионер Вася там за дисциплину борется, а таких фильмов тоже было достаточно, вот. Всегда хотелось чего-то необычного, там, вот из того списка, что я накидывал, да, допустим, мы договаривались, там вот, допустим, «Последное лето детства» тоже, ну, это такой, как сказать, боевик, или, как сказать, полудетективное такое кино, да, или, как правильно вот жанрово его обозвать, но там, по крайней мере, тоже были, ну, хотя там и комсомольцы были, и все на свете, но все равно там были ряд каких-то персонажей, вообще я поразился этому факту, что в советских фильмах действительно были ряд персонажей, ну, скажем так, асоциальных, и они вызывали огромную симпатию. Вот это вот интересно. Вот такие фильмы мне нравились, а, понимаешь, что-то другое, что я видел, ну, вот как-то вот, ну, мало что. Ну, спасибо тебе, дорогой, что ты хотя бы упомянул «Вам и не снилось» в перечне фильмов, которые тебе нравятся. Да, да. Я боялся, что ты его начнешь поносить, как курьера, и мы с тобой вообще разругаемся в хлам. Я считаю, абсолютно гениальное кино, независимо совершенно от литературной основы, хотя он достаточно близко, ну, там, понятно, что-то изменено, в том числе финал, да, там все-таки более такой оптимистичный, в отличие от книги, хотя... Да, ну вот, ну вот, понимаешь, да, а в книге финал трагичный. И это, кстати, более эмоционально вот для меня тогда было активно, да. Ну вот так вот. Ну вот, вот обратите внимание, вот с фильмом вам и не снилось, с фильмом «Курьер», но в моем случае, хотя, конечно, в твоем вряд ли. Идентификация полнейшая происходила вот у меня и с ровесниками, да, это же примерно те же годы, вот. Вот, 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 главная штука. Давай, Валентина, еще послушаем. Раз вы говорите о подростковом кино, фильмах и так далее. Вот, Владислав, вот советский фильм «Электроник», он для какого возраста? Отлично. Вот советский фильм «Электроник», да, советский фильм «Электроник», сознаюсь честно, я его ни разу не видел. И вообще я много фильмов не видел. Не потому, что я их не видел, просто я смотрел минут 15, мне так становилось скучно. Я выключал, я видел ряд каких-то сцен, там все время телевизор же где-то включен, где ты находишься, вот. И, соответственно, я думаю, что это, скорее всего, для детей, так, младшего подросткового возраста. Ну, блин, вот, Леша, если ты мне скажешь, чем действительно хорош этот фильм, и почему он так полюбился, как и там это про эту Катю Селезневу, так как назывался этот, «Гости из будущего». Я его тоже не видел. Я сейчас буду каяться. Я очень много фильмов видел вот так вот отрывками, и все, что я видел, меня настолько отвращало от этого, что я дальше перестал смотреть. Хотя отдельные отрывки, я помню, помню, Караченцева что-то там на мотоцикле в «Электронике». Больше ничего не было. Вот Караченцев мне нравился. Он ездил на мотоцикле и был каким-то, по-моему, главгадом там. Вот это было прикольно. Это мой персонаж был. Главгадом был Басов в этом фильме. А, точно, точно. Басова тоже помню. Басова тоже помню, но он какой-то западный был чувак, по-моему, да, такой? ЦРВ-ушник, двурушник. Я до сих пор помню его финальную фразу в последней серии, когда, естественно, его все планы пошли прахом. Он говорил так, и все-таки, где же у него кнопка? Да-да-да, эту фразу я помню. Фраза хорошая. Так что не говори, что ты не смотрел «Электроник», это «Электроника» смотрел. Я не смотрел целиком его. Я смотрел вот так вот отрывками, и вот какие-то вещи, может быть, так вот целевые, какие-то не видел. Ты вспоминаешь критику и вещи. Дружище, ну что я тебе скажу про «Электроника»? Давай сразу. Вот с гостей из будущего, кстати, признаюсь тоже, у меня абсолютно та же история, но я считаю, что все-таки надо мне ее посмотреть, как-нибудь напрячься. Но мне сложно было всегда зайти в эту тему, хотя я понимаю, что это, ну, как бы культовое кино, и как мы говорим, и это выражение, ты не любишь, культурные коды, блин. Там 80% подростков мужского пола были влюблены в героиню «Гости из будущего», но посмотреть это, ну, я обязан, блин, в любом случае, хотя бы сейчас. Вот. Что касается «Электроника», сейчас я тебе расскажу все, что об этом думаю, но сначала Валентин. он тоже, наверное, цитат. Ури, 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 вижу мальчика. Ури, Ури. Это обставлю на верх. Вот. Это тоже, дружище «Электроник», это тоже все-таки культурные коды. Ну, смотри, во-первых, там очень неплохая сценарная основа, там очень классно все расписано, придумана сама интрига, сами эпизоды, развитие персонажей, там, в общем, ну, это все очень близко к идеальному, если говорить о кухне, да? Вот. А что касается самого мира, почему вот вообще нам это зашло в том возрасте? Потому что «Электроник», он на какой-то градус преувеличивал нашу реальную жизнь, он был не такой, как в реальности, а он чуть-чуть на какой-то полуфантастический градус приближался к идеалу. Тот мир, который был в «Электронике», он был идеалом, но идеалом представимым. Понимаешь, ну, гости из будущего, там откровенно тупо фантастика. Вот. А все, что было в «Электронике», ну, это было как бы, ну, до него один шаг, как бы. Мы могли увидеть эту, ну, мы могли себе представить эту идеальную школу, этих идеальных преподавателей, вот какими должны быть преподаватели в школе, да? Этот учебный процесс близкий к идеальному, но это все было очень рядом. и вот это мне кажется, вот я сейчас на самом деле фантазирую, у меня не было этих мыслей до того, как мы начали об этом говорить, но у меня вот такое ощущение, что именно в этом фишка «Электроника», именно поэтому он так зашел, вот, ну, в частности, мне зашел очень сильно. Я не скажу, что я его там много раз пересматривал потом в сознательном возрасте, может, пересматриваю, бог его знает, но это хорошее, очень крепкое, правильно сделанное кино, и как ты верно заметил, и Валентин верно заметил, там очень много вкусненьких таких штучек, вот этих вот фразочек, цитаток, ну, там прекрасные актеры, там Горинько, Вестник, тот же Карачицев, ну, там команда замечательная. Я помню, там снималась какая-то куча молодых людей, некоторые из которых потом вроде бы даже стали артистами, но это я не уверен. Ну, вот эти главные ребята, Торсуевы, по-моему, насколько я помню, два близнеца, они, по-моему, так и не стали артистами? Нет, по-моему, они нет, там кто-то вот, кто на заднем плане находился, вот как-то они зашли потом. Вот, и жизнь была испорчена. Это я вспоминаю, у меня, значит, моя бывшая супруга, моя дочерь, она, как известно, актриса, она как-то пошла заработать денег, и в течение сезона в одной школе занималась с детьми театром, с выпускными. Она поставила, ты не поверишь, Козьму Пруткову фантазию. Вот, и одна девочка, которая у нее работала, она пришла потом в Каледотеатр, она начала что-то там на работать где-то там на подхвате в каких-то там коптюмерах-реквизиторах, потом поступила, блин, на актерский в театральный институт и продолжала в Каледе уже выходить на сцену. Я говорю, ну ты понимаешь, что ты человеку жизнь испортила? Ну, ехкипалка, ну как так можно? Вот, ну ладно, это в топ, давай Валентина послушаем. Алексей, я предсоединюсь к вашим словам, делаю поклон, applies, applies. Вал, спасибо, спасибо. Вот, ну что, в общем, я тебе, искренне, братец, рекомендую Электроника посмотреть. Давай все-таки с тобой пройдемся еще по советским фильмам, которые мне хотелось бы вспомнить добрым словом. Ладно, курьер, я понимаю, курьер мы не трогаем, потому что про это надо делать отдельную программу, такую жесткую нам с тобой ругаться просто, потому что... Ну, хорошо, давай, не трогай. Да, давай вспомним такой прекрасный фильм Ох уж это Настя. Он реально про подростков, мне кажется, он совсем про маленькую девочку, если я правильно помню. Я помню там по знаменитой песне Ады Ведищевой и, конечно, по рисункам, по мультипликации. Ты не помнишь вообще пафос этого фильма, да? Я помню, девочка-фантазерка была, я ее помню, я давно смотрел, я его не пересматривал. И, соответственно, у нее мир все время, вот ее фантазийный мир с этой пантерой рисованной и прочими радостями, там так накладывали мультипликацию на обыкновенную съемку, и вот это я помню. Там очень хороший пафос, ну там она не ребенок, она все-таки подросток, уже в 12-14 лет заходящий. Да, там очень хороший пафос в том, что ребенок, будучи фантазером, казалось бы, да, он все равно эту фантазию как-то с реальной жизнью, она вот очень коррелирует, и в конце фильма, ну ее же там все хейтят всю дорогу, а в конце фильма, когда оказывается, что большая часть из того, что она говорила, это правда, все из этого страшно офигеют, и как бы вот пафос в том, что на самом деле в этом фантазийном мире в общем-то неплохо было бы и жить, да, и нести его все время с собой, внутри себя, как она ходила с этой нарисованной анимированной пантерой, вот, поэтому, ну фильм не пустой, он как бы тоже правильный в своих зрения. Вот, и мы с ребенком опять же смотрели, вот ребенок была примерно в возрасте Насте, может чуть постарше, вот, и поумнее, наверное, вот она тоже очень хорошо, я помню, восприняла, у меня такой лакмус, детеныш, доживем до понедельника, давай, понятно, что это фильм немножко по взрослой проблематике, но все-таки там есть подростковая тема, очень такая четкая, отчетливая вот этот конфликт с миром взрослых, что ты думаешь про доживем до понедельника? Я его в свое время, это фильм вышел там, условно говоря, до моего рождения, и я его, соответственно, не видел в те времена, его посмотрел буквально тоже пару лет назад с твоей же подачи, и он мне скорее понравился, чем мне понравился, но сильно так вот моментов пересматривать, я его вот так вот, ну, он грамотный, он лезного, да, по-моему? Да. он достаточно грамотно так сделан, актерские какие-то работы, но я не знаю, знаешь, такая вот действительно срез времени того вот социализма, вечным он для меня вот так вот не стал, к сожалению, то есть я вот посмотрел, ну, с удовольствием, ну, так вот, чтобы пересматривать, как-то не, пока не готов. Слушай, ну, во-первых, мне очень странно тебя слышать вот про срез времени того социализма, тыр-пыр, фильм, вообще не об этом, а на конфликте с шестинами-сталинистов, там как бы какой-то главный-то конфликт Тихонова, ты вспомни, ну, ёлки-пал, какой там срез времени? срез времени, да, для меня это такая история. Ну, ты как бы сразу крылык навесил словом социализма, там все очень сложно в этом фильме, с социализмом в том числе, вот, давай, Валентин, еще послушаем. Я хотел вот спросить, фильм, называется Альфа-Док, он про жизнь подростков, но это подростковое кино или нет? Ай, ребят, всех фильмов не пересмотришь, и я об этом фильме тоже ничего не могу сказать, к сожалению, так что вот так. Не, Альфа-Док вполне себе подростковое кино, я его помню прекрасно, там Антон Ельчин играет, там Тимберлейт играет, там, в общем, да, Брюц Виллис какой-то дурацкий роли второго плана, вот, в общем, это, кстати, продукция США, Германии, в общем, фильм, фильм достаточно сильный, такой жесткий, как бы, про, вот этот вот, опять же, там, наркотики, там, бла-бла-бла, вот эта вся вот история, криминальная, там, все, в общем, я его в свое время посмотрел, помнится, не без удовольствия, сейчас уж каких-то подробностей у меня не засело в голове, ну, не 10 из 10, вот у меня, например, доживем до понедельника, о которой мы говорили, это вот реально 10 из 10, я его пересматривал. Я знаю, я знаю, ты об этом не раз говорил, и я говорю, и поэтому я его и пересматривал, потому что, когда я сказал в очередной раз, что этот фильм я не видел, ты как, что, ты не видел, и я пошел смотреть его, действительно, но вот, да. Ну, не знаю, он какой-то очень, в этом смысле, он вот этот главный конфликт, подростка, когда, ты же понимаешь, что происходит, да, с подростком, он перестает быть ребенком, и приходит в мир взрослых, и с ним сталкивается, и он понимает, что ему сейчас предстоит стать вот взрослым, блин, а тут вот что происходит, и вот вокруг этого конфликт, да, внутренний, вот, вот это вот, доживем до понедельника, мне кажется, вот это подростковое, линия, там есть отдельная линия Тихонова, да, главного героя взрослого, есть тут линия, там вот пафос вокруг этого, мне кажется, это интересная история, Валентин. Алексей, ну, у меня просто вопрос звучал, вот, тяжелый фильм про подростковые времена, это подростковое кино, или нет? Ну, вот, если говорить про альфа-долк, я бы ребенку не стал показывать, не потому что это не подростковое кино, ну, как бы, не знаю, он ничему особо не учит, как бы, ну, с этой точки зрения, да, он нигде не позволяет себя, как мне кажется, идентифицировать, он больше все-таки такой коммерческий. Если об этом говорить, вот, это жестких фильмах подростковых, вот, например, Королевская битва, хотя мы в Запад, наверное, ну, и в Восток, и в иностранное кино. Я про немецкие фильмы буду говорить, тоже упомяну пару жестких фильмов, если что. Да, вот Королевская битва, пожалуйста, это очень, ну, жесткое кино, кровавый трэш, там, пятое, десятое, создавший, кстати, целый жанр компьютерных игр, вот, но я бы и детеныша его показал, и, скорее всего, она его даже смотрела по моей наводке, но, наверное, без меня. Очень хорошее кино, я не скажу, что его часто пересматриваю, ну, пару-тройку раз я его смотрел, не без удовольствия. Там Чаки Курияма, кстати, прекрасная, известная нам по фильму Тарантино, вот. Ты умолк просто, завис. Нет, я слушаю тебя внимательно, да. Ладно, давай вот о чем. Мне все-таки интересно, вот ты сейчас захейтил, от советского кино. Нет, я не захейтил, я сказал, что у меня, я говорю, очень нравился ряд криминальных фильмов, каких-то, или полукриминальных, ты знаешь, ну, как криминальный, сори, с какой-то приключенческой составляющей, понимаешь, да, где вот мне вот нравилось, я еще раз говорю, я смотрел, когда вот тоже Достояние Республики, вот недавно, с твоей подачи, ты уже пересмотрел, и ты сказал тоже вот так ни о чем, а я, само собой, начал его уже смотреть, и решил досмотреть, там вот, его понятно, им там дали денег на две серии, понимаешь, они снимали две серии, если бы они это, деньги эти не надо было бюджет осваивать, а сняли бы одну серию, это был бы мобильный, упругий такой, хороший, авантюрный фильм, с какими-то достаточно хорошими работами, там просто классные разные персонажи, и в том же, опять-таки, удивительно, как персонаж Миронова, который явно там авантюрист, и асоциальный элемент, и он там вызывает невероятные симпатии, даже больше, чем у позитивного, там, угрозыска представителя Табакова, да, хотя они оба там симпатичные достаточно, и когда они дерутся, там есть такой момент, без спойлеров, думаешь, ну вот как так, вот они дерутся, они же такие хорошие ребята, зачем они дерутся, то есть, понимаешь, вот фильмы плана этого, что мы говорили, там, мы говорили с тобой, условно говоря, господи, как же он назывался, этот фильм, Республика Шкит, правильно, хотя там тоже не совсем взрослые, там дети, я понимаю, сейчас его смотреть, наверное, было бы, ну вот, не то, чтобы скучно, но вот там много каких-то вещей, ну вот, скажем, из-за чего советский кинематограф иногда пострадывал, они, иногда вот, назвать вот по всем канонам, сделанный такой вот советский фильм, их не так много, они хороши другим, но вот детские фильмы, о которых мы говорили, там, Буратино и этот, как его, Красная шапочка, еще какие-то там фильмы, и другие какие-то детские фильмы, Морозко там, да, это классика, там ни до чего не докопаешься, а, и, кстати, Морозко, ты знаешь, до сих пор показывают в Германии, правда, под другим названием, там, сказки Зимнего леса он звучит, но реально таких фильмов такого уровня здесь не было, ну вот не в голливудских, а именно вот европейских каких-то, а вот какой-то другой фильм, понимаешь, он настолько, вот я сказал, срез времени, или срез еще чего-то, или срез как-то странных каких-то несовпадений сценаристов, продюсеров и режиссеров, и вот этот фильм, мне не дают возможности сказать, что вот он во всем, безусловно, был хорош, хотя я говорю, какие-то фильмы все равно я смотрел, там, так или иначе. Окей, давай, Валентина, послушаем, и попробуем дальше гибнуть. Владислав, как раз вы вот говорите немецкое кино, да, вот, в Германии вышел фильм, да, вот, я не помню, как он называется, когда она там на 1 сентября приходит ученик, или не на 1 сентября, он, ну, их чморили в классе, они с другом пришли и расстреляли. Это, стоит ли такое снимать вообще и так далее, в связи с последними всеми, ну, растениями со всего мира, так сказать, европейского, где все расстреливают, у нас расстреливают, школят, заходят, вот только недавно был случай. Ну, значит, давай, еще 20, и висит, а, да, послушаем. Вопрос, вообще, стоит ли вообще снимать такие фильмы, и вообще показывать школьникам, ведь у них вот этот, есть эффект коломбайна. И дальше? Пипец, вроде говорил, за подростковое кино, а закончили за упокой, как будто. Пипец. Владислав? Да. Стоит ли вообще снимать кино? Я хотел в следующий тогда сказать такой вопрос, стоит ли вообще снимать кино, потому что, ну, в любом фильме есть для человека, скажем так, с неокрепшей психикой, есть проблемы. Даже ирония судьбы или с легким паром возьмет человек и набухается. Или приедет в другой город и отобьет девушку у, там, гораздо более подходящего ей, наверное, молодого человека. Или там много каких-то нюансов, которых мы можем сейчас в этом фильме найти. Как влияет искусство? Я всегда вот такой вот момент скажу, как оно влияет на людей? Ну, я считаю, что оно влияет в основном хорошо, но люди все разные. Если действительно ты псих, то, конечно, ну, на тебя этот фильм повлияет, это не потому, что это кино так триггером каким-то послужило, хотя может и послужить. Понимаешь, я в этого, в Леннона стрелял чувак, который до этого читал «Над пропастью воржи». Удивительно просто, что «Над пропастью воржи» обожаются всякими вот такими фриками, которые стреляют там в людей. Это не единичный случай, хотя для меня «Над пропастью воржи» замечательная литература. Я не знаю про этот фильм, это что-то, наверное, тоже Коломбайн, чего-то там, по-моему, американский был фильм, а не немецкий, вот буквально по этому, этим событиям. Я думаю, что если этот фильм снимают, то это имеет место быть. Как тоже мы смотрели, помнишь, про Брейвика, там, не про подростков, как назывался этот фильм? Сёдерберга же, да? «Гринграсса». «Гринграсса», точно, «Гринграсса», да, сори. Вот, я помню, кого-то из твоих любимых, поэтому сказал на всякий случай Сёдерберг. Вот, то есть вот такое кино, оно всё равно возникает, но вопрос, опять-таки, ну, я бы эти две вещи не укладывал. Понятно, есть фильмы, которые детям смотреть, наверное, рано, и поэтому есть сцены, там, ну, там, 16 лет или так далее, а есть фильмы, которые смотреть можно. Ну, вот я, у меня есть один характерный пример, такой, может быть достаточно сомнительный. Есть такой фильм, наш отечественный, 12-го года, «Деточки». Он не очень сильно прошёл по экранам, его снимал Астрахан, у меня к Астрахану вообще много вопросов с точки зрения вкуса, да, вообще, как бы я к нему отношусь далеко неоднозначно, вот, да и фильм, как бы сказать-то, он, ну, с такой астрахановской классики, типичной для него натяжкой сделан, но две вещи меня там трогают, это первое, то, что там Кабалин играет главную, может, вот роль второго плана, но он там главный взрослый персонаж, наш Владимир Кабалин, замечательный актёр и Катеринбургский, в Тюзе у Каляды работает, вот, и играют куча-куча подростков, там фильм про то, что детишки начинают, организовывают банду, и начинают реально убивать бандитов, то есть там каких-то, что-то, ну, с наркоманией, там, ещё с чем-то, ещё с чем-то, то есть тут реально такой кровавый сюжет, вот, но, что интересно, ну, вот там нет, нет никакой абсолютно, не знаю, ни романтизации всего этого, ни, там показана, в общем, тяжёлая судьба вообще этих детей во всём этом, и как это ломает психику, и как вот дети не надо такими быть, там вот нет этого откровенного пафоса, да, но если ты не пустой человек, пусть даже подросток и смотришь это, блин, ты понимаешь, да, что-то они тут неправы вообще, вот, что-то так нельзя, вот, и это серьёзный фильм, который к серьёзным раздумьям ведёт, вот, несмотря на то, что, ну, это вот со всеми астрахановскими грехами. А я сейчас вспомнил вот эту историю тоже, это был, по-моему, совсем уже в 30-е годы фильм, «Путёвка в жизнь», который мои родители очень любили, и там Мустафа дорогу строил, а Жиган по ней ходил, Мустафа Жигана ранил, а Жиган его убил. Тем не менее, ну как, ну бывало и такое, после просмотра этого фильма, в общем, фильм скорее гуманистичный, чем подрывающий. Давай вспомним в этой связи, слушай, в связи с этим, училку нашу, и, собственно, училка же, это сюжетная калька, как я понимаю, был фильм такой, господи, как же он был, с Изабелем Джани, последний урок, то есть там вот это исходное событие, оно как бы, ну, калькировано полностью. Ну, ты помнишь этот фильм, ты его видел? Нет, с Джани я не помню, а вот фильм с Купченко, я смотрел. Ну и как тебе, скажи? Да я посмотрел с удовольствием, опять-таки, я не буду его пересматривать, наверное, прям вот миллион раз, ну, я говорю, у меня очень сложные какие-то, у меня вот пяток фильмов, которые мне заходят, но у меня почему-то, вот именно такие тематичные фильмы, ведь сюжет-то у них достаточно простой, если школа, то это моббинг, да, в основном, если это любовь, то это, значит, ну, какие-то там, проблемы, если вот драма взросления, то это, ну, вот обязательно, там, условно говоря, как вот у нас был фильм «Бумер» или как-то в этом роде, а вот я смотрел, когда мы мечтали, обязательно были хорошие детишки, а выросли, стали бандиты, условно говоря, ну, как-то так. Я просто в свое время, опять же, на училку пошел с ребенком в кинотеатр, она у нас открывалась, был фильм «Открытие», как раз он тогда вышел, мы с ней пошли, вот, нам обоим этот фильм не очень зашел с точки зрения такой разноголосицы жанровой, там абсолютно все жанры в кучу свалены, там, как бы, Хайрулина играет одно, значит, Купченко другое, дети третье, это актрисы, это актрисы, что Криско, вообще играет Кейм Бессенджер из фильма Олтмена «Высокая мода», там просто один в один роль просто скопирована, вот, то есть, ну, кашей полный, но, детеныш меня тронуло тем, что она сказала, что, ну, да, как бы, правда, жизнь, вот, чисто в характерах школьников, которые там, в основном, рулят сюжетом, правда, жизни есть вообще сто процентов, да, вот, типа, живы, просто один в один, вот, как оно на самом деле, она тогда как раз была их ровесницей и училась в старших классах. Ну, вот это мне как раз понравилось, плюс Купченко, мне нравится, как Купченко в кино работает, я ее в театре не видел, правда, к сожалению, и это было очень прикольно, потому что, вот, понимаешь, тот же аналогичный фильм, допустим, похожий, да, по сюжету, только с очень, наоборот, дорогая Елена Сергеевна, который почему-то всем очень нравился, он по всем сценам пошел, я его видел где-то в разных театрах много раз, я не понимаю, чем этот фильм, эта драматургия, может быть, кому-то интересна. Ну, у тебя претензии именно к драматургии или к фильм? Ну, фильм мне, опять-таки, ничем не, я говорю, я когда, ну, а как пробиться через драматургию в фильме мне, если это вообще театральная пьеса и все там истории, идеологии, заложенные автором, я не знаю, мне настолько было это все, ух, мимо. Я с тобой согласен, дорогая Елена Сергеевна, это, один из самых худших, Рязановский, не, у него потомца было все еще хуже, но вот, когда Рязанов начал кончаться, то вот, дорогая Елена Сергеевна была где-то вот на этой грани, да, его конца. Вот, вообще, мне интересно вот этот, отметить переход от СССР к России, да, через вот эти, конец 80-х, начало 90-х, когда вот, Плюмбом, в частности, я еще вспоминаю, тоже какой-то очень странный фильм, помнишь? Плюмбом, необычный фильм, его тоже пересматривать как-то так не горит, хотя там есть ряд фраз, которых я до сих пор помню, я их как-то, знаешь, употребляю регулярно оттуда. Например? Глаза фотоаппарата, уши локаторы, память стальной капкан. Нет, слушай, я не настолько хорошо этот фильм знаю, нет, я тоже нехорошо, но какие-то фразы я запомню. Ладно, давай тебе тогда вопрос не в бровь, а в глаз. Вот смотри, если бы все-таки к тебе завтра пришел продюсер и сказал бы, чувак, вот тебе мешок бабла, но мне нужно подростковое кино, такое хорошее, качественное, подростковое кино. С чего бы ты начал? Какую бы ты стал искать литературную основу? О чем бы ты вообще такое кино мог бы снять? Ох, ну это зависит от того, опять-таки, мы берем криминальную какую-то составляющую, авантюрную, или мы берем лирическую, потому что есть действительно, вот мы с тобой говорили про литературу, литература, я считаю, очень достаточно неплохой, крепкой, подростковой или детской литературы достаточно. Почему до сих пор не сделаны фильмы по каким-то авторам, тем же советским, до сих пор у меня вопрос огромный. Ну-ка. Алло? Ну-ка, ну-ка, скажи. Ну я же тебе говорил, мы, по-моему, в прошлый раз говорили, но я здесь для этого эфира повторю. Константин Сергеенко, в первую очередь, замечательный детский автор. Анатолий Алексин, очень лиричный автор. Этот Крапивин, да, о котором мы говорили тоже. Есть у него ряд очень неплохих работ, которые можно было. Есть Садовников, есть у Аксенова была очень забавная такая авантюрная история, мой дедушка памятник, если ты помнишь такую. Это все прошло мимо кино. Это все прошло не только мимо кино, но и мимо меня. Ты называешь какие-то... мимо литературы. Какие-то имена, я кроме Крапивина, ну и Аксенова отчасти никого не узнал. Да, вот так вот такие вот удивительные вещи, потому что это очень и очень приличные авторы. Ну вот так вот, они не оказались реализованы в кинематографе по той или иной причине, не знаю по какой. Вот, ну не повезло, так бывает. Но мне кажется, если бы работал институт продюсер, там было бы где как говорится разгуляться вот в этих вот авторах. Хорошо, я знаю, что ты не очень любишь отвечать на конкретные вопросы конкретно, а предпочитаешь уклончиво говорить обучение. Давайте не будем, я отвечаю тебе на все вопросы и могу ответить на любой вопрос. Хорошо. На слабо ты меня взял, спасибо. Хорошо, пришли к тебе два продюсера. Один сказал, так, чувак, вот тебе мешок денег, сними мне подростковую кино, которое соберет кассу. И второй продюсер тебе сказал, чувак, вот тебе второй мешок денег и сними мне вот про подростков так, чтобы ты взял Sundance, скажем, тебя там отметили. Ну тут, конечно, к такому вопросу можно было бы готовиться, но если бы я говорю, мне бы, давай кассу, я бы взял Сергеенко, Константина, кейс-адмирал-тюльпанов, вот, это достаточно продовольная история, там минимум два-три главных героя подростки, один парень чуть-чуть постарше, там лет под двадцать, допустим, и еще несколько детей. То есть понятно, что это такая подростковая история. Кстати, у нас Астрид Лингрен, да, очень, вот, кстати, Астрид Лингрен у нас хорошо экранизировали, так или иначе пытались, ведь у нас был же Иерасмус Бродяга, помнится, у нас был, вот, я вот вспомнил это сейчас прям, как ты понимаешь, у нас был Калли, приключение Калли Сыщика, и прочие какие-то вещи, которые были достаточно неплохо сделаны, вот, а что касается Санденса, тут вот надо подумать было бы, что действительно в Санденсе можно было бы взять, я должен подумать, но я бы, может быть, действительно взял бы или какую-то пьесу Лии Гераскиной, или какую-то, какое-то произведение Анатолия Олексина. Интересно. Слушай, а ты ведь, если я не ошибаюсь, кейс адмирала Тюльпанов, ты, по-моему, даже его ставил, или нет? Я ставил в Голландии его, да, именно в том городе, где там происходило, там же какая история, это 16 век, конец, значит, то есть, не конец, а распад Испанской империи, первая буржуазная революция, борьба Голландии за независимость, соответственно, осада Лейдена, это кроугольный камень, и как раз вот в Лейдене, в этом городе голландском, я и ставил этот спектакль, да. А расскажи мне, как публике зашло? Ну, публика на эту тему благодарна, понимаешь, это тема, ну, вот, краеугольный камень голландской истории, и там раз в год, по-моему, 3-го, или, вот, боюсь, 4-го октября, кстати, вот совсем скоро, там делается вот этот весь праздник, когда они отмечают этот праздник, город закрывается, он превращается весь в арену, в выпивом, и в концертные площадки, туда нельзя заехать никак, по-моему, ну, если заблаговременно не решить этот вопрос, там ходят люди, получают бесплатно, значит, ту самую селедку, потому что, ну, когда с блокады вышли, там они ели такой, типа, кавардака, ну, что было, им сварили, и с того времени они варят такую вот, варево такое, они получают там плошку вот этой вот еды, и там селедку, потому что тем, чем кормили народ оставшиеся, выжившие морские гезы, когда прорвались к городу, морские гезы, это, ну, повстанцы в то время были голландские, ну, и, соответственно, весь город, конечно, если на такую тему, или схожую на эту, ну, скажем, там не про это, там же все-таки детская история, просто на фоне таких глобальных событий, там очень интересно, и поэтому приняли, конечно, замечательно, и банкет у нас был соответственный потом. Слушай, ну, я смотрю, как ты этим увлечен, и ты прям вообще в материале, в материале. Да, я в материале, я мечтал бы сделать эту работу когда-нибудь, ну, не знаю, да. А сейчас у тебя на сцене что-нибудь идет, ну, подростковая аудитория? Нет, детская я знаю, ты, сказки ты играешь, ту же машину не верю. сказки мы играем, сказки мы играем, нет, подростковая, вот забавная вещь тоже, ко мне подходит и говорит, вот у вас есть что-то для подростков, и я так, ну, давайте, если, по поводу подросткового какого-то репертуара, нет, когда ко мне подходят и говорят, вот у нас есть, ну, тинейджеры, так называемые, можно ли куда-то прийти, я говорю, ну, вот есть такие-то, такие-то спектакли, на них, наверное, есть смысл вам подойти, потому что, ну, это, если человек разумный, то ему это будет интересно, потому что более такие сложные, драматургические вещи, я им не рекомендую, но есть материал, который, ну, я не знаю, когда я был, я говорю, когда я был мальчишкой, носил я брюки, Клёш, шутка, так вот, кто помнит дальше продолжение, вот у нас слушают же Дима, Валентин, там, очень хорошее продолжение в этой песне, да, ты здесь, так вот, я говорю, когда я был в подростковом возрасте, я смотрел взрослые спектакли за поем, и они мне очень нравились, я, на самом деле, вот, что касается театра, тут ты прав, я с огромным трудом воспринимал спектакли, которые, как бы, сделаны для меня, для школьника, вот, но это, это спектакли, кино все-таки меня заходило, давай поговорим еще о российском кино, раз мы уже переехали в российское кино, с удовольствием, 21 век, есть, что вспомнить, есть, что сказать хорошего, у меня вот, как говорят, опять-таки, вспомнить есть, что рассказать нечего, да, помнишь, детям рассказать нечего, не знаешь такую поговорку? нет, не знаю, но я услышал и запомнил, хорошая поговорка, да, я вот смотри, на самом деле, хорошего подросткового кино, я что-то вот, вот нашего современного, российского, 21 века, что-то я и не припомню, потому что, начинаешь вспоминать, там, школа Гайгерманики, да, все умрут, а я останусь, там, ученик какой-нибудь Серебренникова, там, пятое-десятое, ну, не знаю, ну, такое, ну, как-то вот оно вот, я из этого смотрел только все умрут, а я останусь, ну, и больше смотреть не буду, я не знаю, мне это скучно, это никак не раз, вот я говорю, если мы вот перепрыгнули, ну, вот получается, перепрыгиваем, нет, я вот говорю, я вчера посмотрел, фильм называется «Когда мы мечтали», Андреаса Дрезена, немецкого режиссера, ну, наверное, сюжет, сценарий на бумаге был, на процентов 80 или там 90, похож на сюжет, условно говоря, «Все умрут, а я останусь», примерно, ну, плюс-минус, но почему у Дрезена, я смотрю, не отрываясь, я буду пересматривать, а вот «Все умрут», я посмотрел, думаю, ну, я не хочу больше смотреть, у меня нет симпатии к этим персонажам, понимаешь, у Дрезена у меня есть симпатия к этим персонажам, хотя там нацисты, хотя там драгдилеры, хотя там какие-то еще там странные маргинальные люди, но у меня ко всем к ним есть симпатия какая-то подсознательная или сознательная, видишь, да, в чем прикол кино-то. Ты знаешь, мне кажется, что у Гуга Германики прежде всего не было симпатии к своим персонажам, она решала какие-то свои задачи, творческие, скорее всего сказать, а все остальное, ну, так же, как Серебренников в ученике решал свои задачи исключительно. Но этот фильм я не смотрел. Вот. Да нет, я на самом деле много чего смотрел вот такого, я смотрел коробку, которая у нас на фестивале заняла там какое-то чуть ли не гран-при, она взяла, но фильм абсолютно, вот знаешь, такой Бессон это снимал пачками еще много лет назад, там, Ямакаси он продюсировал, что там еще было, Дансер, вот коробка наша про ребят, которые во дворе дома строят футбольную коробку, там преодолевают какие-то препятствия, соответственно, и потом, значит, играют со своими вечными оппонентами, там, и у них выигрывают, естественно. В общем, ужас, ужас просто, такая банальщина. Вот из последнего, что реально мне зашло, это, ну, можно вспомнить «Асфальтовое солнце», Хатиненко, хотя это такая ретро-история, она как бы про советские времена. Не смотрел? Нет, нет, вот, там про советские времена, на самом деле, кино там, про чувака, когда появилась мода на скейтборды, вот, ну, то есть позднесоветская, да, и вот, какая-то, какая-то вокруг этого летняя такая история про подростков, но там интересно, во-первых, Ягодин играет большую роль второго плана, наш Олег Ягодин, тоже Екатеринбуржец, вот, ну, и сам фильм какой-то, вот он оставляет хорошее, теплое послевкусие, и, безусловно, мне зашел хороший мальчик с Семеном Трескуновым, такая шикарная школьная история, мне бы, вот, я ее даже где-то с курьером запараллелил, да, вот что-то я вспоминаю, я не помню, то ли я его смотрел, когда мы про Трескунову с тобой говорили, то ли я все-таки его не смотрел, вот, надо будет потом как-то... Дам еще наводку, там играет Хабенский, отца главного героя, там играет директор школы Ефремов, нет, ничего не возникает в памяти? Нет, не помню, короче, буду смотреть, буду смотреть. Посмотри, этот фильм реально мне зашел, там, во-первых, Трескунов, совершенно прекрасен, и в принципе конфликт, он как-то очень хорошо весь построен, он, все сделано правдиво, по-настоящему, без чернухи, и весело, легко, и проблемно в то же время, в общем, хороший фильм. Я смотрел несколько фильмов, которые не совсем про подростков, про молодых людей, но вот, видишь, мы их убрали, там, и звезда у Меликян, и русалка у Меликян, там, относительно молодые герои, героини у нее, мне очень понравилось, ну как очень, ну понравилось, да, реально понравилось, и там, тряпичный союз, но там все равно постарше все уже персонажей, и как-то вот к подростковому кино, наверное, не отнести это. Ну да, когда я градацию для себя составлял, я подумал, ага, если у тебя тряпичный союз, то почему бы мне тогда не вспомнить Твин Пикс, там тоже, в общем, старшие школьницы, там все они молодые девушки. Ну, мы дойдем еще до западного кино, да, отдельной номинации. Давай, давай вот сейчас переедем все-таки на запад, неинтересно. Через Твин Пикс, да? Да, я еще скажу про одно российское кино, которое я очень хочу посмотреть, там в августе была премьера, но что-то я вот на экране его не застал, но, видимо, посмотрю дома. «Страна Саша» фильм называется, это Юлия Кофунова. А-а-а-а! «Страна Саша» это автор сценария, девочка, которая у нас победила в конкурсе Баденвайлер, и более того, она приезжала к нам в Штутгарт, и мы делали читку ее пьесы, но не этой, само собой. Слушай, ну прекрасно, я тем более вдвойне... А ты смотрел уже «Страну Сашу»? Нет, я его отложил, буду смотреть, я его сейчас буду вылавливать, но мне очень понравилось описание, понравился трейлер, это именно вот такая подростковая история, взросление, тролли-вали, я хочу ее посмотреть, мне кажется, хорошее кино было. Прикольно. Гала ездила с нами в Минск, соответственно, когда мы сделали презентацию Баденвайлера, там мы в Минске познакомились, а потом мы виделись еще вот и в Москве, и в Штутгарте, соответственно, я очень рад, если у нее будет как-то вот это дело дальше двигаться. А, но она не в этом году, ну не в этом году. Нет, нет, лет пять или шесть назад получается. Ага, слушай, я вот смотрю сценарий, там что-то нет никого по имени Галина, там куча народу авторов сценария. Гала... Может быть, по ее произведению, посмотри, Гала Узрютова, она не Галина, а она Гала. Это экранизация ее повести. Ну вот, как минимум. Там четыре человека заявлены как сценаристы, и она, это литературная основа. Окей, надо смотреть. Вопрос. Давай переезжаем на Запад, через Пинпикс. скажи мне, все-таки, вот я сейчас, когда стал составлять список для памяти, да, какого-то западного подросткового кино, я вдруг неожиданно обнаружил, что жанровое это разнообразие, оно гораздо более мощное в западном подростковом кино, так или иначе. Там жанров просто куча. Да, вот о чем ты и говорил, когда мы говорили про советское кино. Понимаешь, да, вот мне вот это вот, условно говоря, узкая, жанровая какая-то вещь, была вот мало-мало по душе. А тут вот действительно там куда-никакинь, будет много подростков, и вот я говорю, первое, что я вспомнил, это крик, потому что там реально тинейджеры, это, конечно, с одной стороны слэшер, с другой, это прикольное такое постмодернистское, как ты бы это назвал, ироничное повествование о жанре, да, по большому счету, но там персонажи именно подростки, 90 процентов. Ну, а что еще, все-таки мне интересно, давай про Германию нам расскажи, потому что я вот, ну, как ты понимаешь, редко до нас что-то доходит, свежее немецкое, а мне интересно, что сейчас в Германии снимают, именно подросткового, вот что ты можешь... Что сейчас снимают, я прямо тебе сказать не могу, ну, как вот, в течение последних десяти или там лет, вот фильм, который, я не помню, я же привозил его в Екатеринбург, лайвстрим, про девочку, которая ведет видеоблог, и у нее возникает, соответственно, такая роман-конкуренция со своим учителем, помнишь этот фильм? Нет, я его не помню. Ну, ты видишь, такой темы, в принципе, не возникало, я вот из того, что мы говорили, нигде не возникало, а мне им понравилось, что вроде бы, хотя это достаточно старый фильм, уже там 10 лет, много в то время, и другие соцсети появились вообще и вышли. Вообще, в Германии, вот я говорю, фильм «Солнечная аллея», или «Когда мы мечтали», о которых я говорил, это скорее ретро-фильмы, то есть, когда мы мечтали, это АГДР, переход из как раз-таки запада, с востока на запад, когда... Получается, закончился ГДР и началось объединение, и в ГДР они были солнечные мальчики, которые отдавали салюты и ходили с троем там, сдавали военную подготовку начальную, а потом раз, там перестройка, и, соответственно, разрушенный, полуразрушенный такой Лейпциг, нации, наркотики, бандитизм и прочие радости. Но, тем не менее, или «Солнечная аллея», там то же самое примерно, более легкий жанр, более легкая история, но там Берлин, восточный Берлин, западный Берлин, такие ретро. А вообще, последние годы, вот прошли, есть также на эту тему фильм «Фэта Яразин Фарбай», или они переводятся «Прошли там сытые годы», или там «Жирные дни», там, скорее, такая полукриминальная тоже история. Вообще, все, что я говорю, это можно посмотреть, это очень так достойно снято. И последние годы были фильмы, как раз-таки забавно, я смотрел «Осколки», значит, это написала девочка выходец из Советского Союза, и «Чик», там главные действующие лица, это как раз-таки переселенцы из постсоветского пространства, из России, или откуда-то еще, там я не могу точно сказать. И там забавная история, что вот как раз-таки вот эти вот люди не из Запада, они становятся таким каким-то камертончиком истории, может, они не такие, как все. И у них вот такие вот эти истории, истории аутсайдеров, понимаешь? И вот «Чик», наверное, кстати, «Чик», по-моему, фильм шоу, ой, фильм, спектакль, как спектакль я где-то видел в каких-то театрах под названием типа «Гудбай Берлин», как-то так его называли. Ну, вот скажи, обобщая, какой-то общий градус, общий пафос подросткового кино немецкого? Очень человеческое кино о том, как это не смешно, знаешь, такой социалистический, как важно оставаться человеком. Ну, все-таки, так или иначе, какой-то единый пафос такой есть, да? Я считаю, да. Вот знаешь, что меня еще поразило, раз мы же говорим про зарубежное кино, я вдруг подумал, я вспомнил про Миядзаки, конечно, сразу, потому что у него вот подростковых историй это сплоши реально. Я понял, что Миядзаки это универсальный режиссер, который снимает фильмы для подростков. Ты посмотри, вот начиная от службы доставки Кики, которая история взросления вот просто как она есть, да? Небесный замок Лапута, пожалуйста, тебе. Бродячий этот самый дом Хоуа, все подряд, это университет. А японцы снимают мультики, как ты понимаешь, на конкретную аудиторию, на подростковую. У них это все очень кайфово и про эту меланхоле, Харикэ, да, Судзуми и все остальное, даже корабль-призрак, там все равно у них либо дети, либо подростки. Они на это и снимают, и, конечно, они вот тут, вот тут, понимаешь, в отличие от советского кино, японцы очень четко понимают, что и зачем они снимают. У них нет вот этой разно... этой... самой. Ты еще вспоминал, насколько я понимаю, Макота Синкая, да, ты говорил про... Твое имя. Твое имя. Твое имя. Это тоже попадает в жанр, да, на твой взгляд? Абсолютно. Я считаю, они... Блин, они действительно, ты понимаешь, я могу представить, как эти работы влияют на молодое поколение, подрастающее. Если я там старый циник, значит, смотрю этот фильм и рыдаю, насколько он так вот проникающий вот такой. Дети плачут. Слушай, я вот еще про один фильм вспоминаю, который и меня во взрослом возрасте очень сильно тронул, но я подозреваю, что, наверное, подростков так работает. Вот в чем парадокс. Смотри, вот я человек, как ты понимаешь, такой консервативный и жутко нетолерантный по отношению ко всему вот этому... ко всей этой современной ЛГБТ с другими буквами тематики, пятое, десятое, а вообще все это очень не люблю, когда это все как-то нам преподносят в какой-то положительной краске. Но при этом я помню потрясающий совершенно фильм Мудисона «Факин Омаль», который наши локализовали как «Покажи мне любовь» про двух школьниц. Вернее, про одну школьницу, которая влюбляется в другую школьницу. В общем, там сложные очень отношения, история такая вся сама по себе. Но он такой чистый, такой прозрачный, кристальный, ясный, трогательный, абсолютно. Там вот если ты его помнишь, вот эта сцена, когда они пытаются сбежать единственный раз из города и вот стоятся в машину, да, и между ними там происходит единственный в кадре поцелуй. Блин, какая она крутая, эта сцена, как это классно сделано. Я вспоминаю, до сих пор у меня мурашки по коже. Хороший Мудисон, этот хороший фильм, действительно. Вот «Лилию навсегда», который я тоже смотрел здесь в Штутгарте на нашем кинофестивале, там же тема России типа затрагивалась, но он мне очень не понравился, как-то попытка какую-то чернуху была сделаться. А самым было хорошо, причем забавно, ведь эта тема, которая тебе не нравится, она так или иначе везде мелькает, даже в Скотте Пилигриме, там есть друг Скотта, по-моему, замечательный совершенно артист, братишка или брат этого самого Калкина, Макалея. Очень смешной там. Ну там, как ты помнишь, есть и в Скотте Пилигриме и одна бывшая, там набор бывших. А, да, 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 кстати, это тоже очень иронично подано, опять-таки, как историю взросления. Да, кстати, вот Скотт Пилигрим с точки зрения, во, Валентин, вот, действительно, вот Скотт Пилигрим идеальное современное подростковое кино, на мой взгляд, не даром Тарантино там его включил в топ-10, там, по-моему, своих любимых фильмов нового века. Ну, вот, да, Скотт Пилигрим, как ты считаешь? Я Скотт Пилигрим, после того, как я его посмотрел, раз, на следующий день посмотрел его второй раз, на третий день третий, сейчас прошло, по-моему, там, года полтора, как я его посмотрел, я скоро буду его опять пересматривать. Блестящее кино, вообще без вопросов. Давай, Валентин, с нами по-прежнему. Я так понимаю, вы очень избирательны в фильмах, но я не могу, вот, допустим, вот, сейчас я не могу ни одно японское кино вспомнить, но я могу вспомнить много китайских фильмов и корейских. Допустим, из корейских фильмов это вот, когда это жили в подвале, как паразиты, микробы, а как, а, паразиты, паразиты. Я подсказал, ты услышал. Нормально. Если, допустим, сериал, то корейский, там, вот этот, там, играться много, как там, ой, что-то мне отсказали. Не смотрел. Другой минуты летят. Японских навалов, но они не попадают к нам в прокат. Я единственное, что сразу, мы с этого, по-моему, вначале еще поминали Королевскую битву. Вот замечательный японский фильм совершенно. Японского кинематографа навалом, причем действительно разного жанра, и вообще на 90% японский кинематограф очень-очень грамотный. И реально, если это уж не просто посмотреть с удовольствием, то, ну вот, этот фильм, фильмы станут, ну, кто любит, понятно, японскую какую-то культуру, японскую, какую-то, может быть, неторопливость, но они очень грамотно все делают. Вот французы так классно делают кино. Понимаешь, у тех же американцев, ну, мы же знаем, они очень берут количеством, очень много, и там, правильно, есть Фанденс, как ты сказал, есть Голливуд, но есть очень много какой-то вот такого вот кинематографа, ну, посмотрел, и думаешь, господи, зачем я это посмотрел? И вот японцы очень классно делают кино. Слушай, а вообще, если так вот говорить, ладно, вот мы про разницу с тобой сказали, что все-таки на Западе больше палитры жанров, что называется, а еще, какая еще принципиальная разница подросткового кино там и здесь у нас, вот сегодня, на твой взгляд? Ну, понимаешь, опять-таки, по-видимому, вопрос тоже, опять-таки, в продюсерских каких-то делах все-таки, на Западе снимается кино, условно говоря, если на него есть деньги, оно может хорошо там и мюзикл может быть какой-то, или музыкальный фильм, или какие-то еще вещи, ну, то есть там люди, скорее всего, не озабочены тем, как на малое количество денег сделать хорошее кино. Мне кажется, большая проблема в том, что денег тупо, ну, в обрез, и приходится выруливать из бюджета и брать бытовые истории, какие-то простые истории, не загруженные, не реквизитом, не компьютерными эффектами, ну, вот какие-то такие вещи. Это тот же «Назад в будущее», как ты понимаешь, снимали сколько лет? 30 назад уже, 40 там, наверное, «История подростка», опять-таки, да, и сколько туда «Набешено бабок», это реально коммерческое кино. Почему у нас так нет? Ну, вот ты мне ответь. Не знаю, не могу сказать, но у нас действительно именно институт продюсерства, он не сильно-то развит. В этом главная проблема. Вот я тоже так думаю. Понимаешь, ну, вот я из тех фильмов, которые говорил про малую молодежь, ведь это уже из 13 и в 30, там, ну, большой бюджет фильм. Этот фильм смотрят и взрослые дети, тем, которым девочкам 13, тем, которым девочкам 30 лет. Та же одержимость, где ударник, да, играет, ну, это, ну, Оскаровский, там, Симонс-Лауреат, как минимум, но мой сын это смотрел с невероятным удовольствием, которого, в принципе, на такого уровня кино, ну, заманить не очень легко. Не, ну, тебя сын-то в кино все-таки понимает. Ну, конечно, сейчас уже, да, шарит. Понятно. Я, знаешь, я когда думал, давай плавно клониться к финалу, потому что у нас уже первый час ночи, вот, и мы с тобой часто проговорили, вообще нормально. Да. Плавно клоняясь к финалу, у меня, я вот попытался сегодня сформулировать для себя какие-то правила, да, безусловные. Вот, поехали. Три правила я для себя вывел, которым должно обязательно следовать хорошее подростковое кино. Ну, понятно, все зависит от режиссера, будет оно хорошим или нет, но три вещи, мне кажется, в этом фильме должны быть. Во-первых, это должна быть только правда, правда характера, правда конфликта, правда, не знаю, отношений каких-то между людьми, вот, это должна быть внутри обязательно правда. Вот, это, в этом фильме обязательно должно быть столкновение двух миров, мира детства и мира взрослости, да, подросток находится посередине. Вот, это вот обязательно где-то должно присутствовать, пусть на периферии. Вот. Отлично, да. Мне кажется, что главный пафос большинства таких фильмов, он все-таки должен быть про сохранение себя. Ведь, если мы говорим о переходе из детства во взрослый мир, вот, важно себя, то каким, не то, что наивным, там, глупым, пятый-десятый, ты был ребенком, но то чистое, светлое сердце, которое у тебя было в детстве, вот, ты должен его оставить во взрослую жизнь. Вот, это вот тоже важный такой момент. Вот. А что касается жанра, вот, мне кажется, что идеальные подростковые фильмы получаются, когда в них есть какая-то игра с реальностью, когда что-то, вот, какой-то сдвиг присутствует. Вот смотри, вот мы вспомнили с тобой «Назад в будущее», «Скотт Пилигрим», «Я говорил про королевскую битву», «Сюда же бегущий в лабиринте», хотя, ну, не идеальное кино, но вот «Зеркальная маска» та же, да, замечательный фильм, подростковый абсолютно. Даже, много-много его народу хейтит, а мне он зашел, «Валерианы, город, тысячи планет», да, Бессона, вот, там главный герой, а по большому счету подростки, вот, и там тоже подростковая история, как бы, вот, вот, какой-то сдвиг, вот, по отношению к реальности, пусть не обязательно в чистую фантастику, но он тоже должен присутствовать. Вот, вот такие вот вещи, такие каноны, как я... Слушай, когда ты сказал о сохранении себя, ты вот будешь стихотворение читать, или я переймусь сегодня? Потому что я вспомнил как раз цитату, которую я могу прочитать по этому поводу. Я тут тоже заготовочку сделал, но ты скажи. Я сейчас скажу, это кайфово. Блажен, кто с молода был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто чего-то там жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто что-то там чего-то не чуждался, кто 20 лет был франк и хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от чего-то там каких-то там долгов, кто славы денег и чинов спокойно в очередь добился. О ком твердили челый век, целый век такой-то там прекрасный человек. Слушай, здорово. Ну, скажи мне, я вот когда эти каноны так называемые озвучил, вот ты совсем согласен? Есть с чем поспорить? Нет, ты знаешь, мне очень понравилось, потому что я вот сейчас вот на вскидку сразу примеряю это про те немецкие фильмы, о которых я говорил, просто один в один все туда пишется. Слушай, хорошо, я умный. Давай, я нашел Ходосевича к завершению стихотворения. Оно, кстати говоря, с пушкинскими строками тоже коррелирует, но по-ходосевически. Звучит оно следующим образом. Это Верлибор, ты удивишься, 19-го года. Он вот как раз о нас с тобой, рассуждающих о подростковом кино. Вот послушай. Высокий, молодой, сильный, он сидел в моем кабинете, в котором я каждое утро сам вытираю пыль. И громким голосом, хотя я слышу отлично, говорил о новой культуре, которую он с друзьями несет взамен старой. Он мне очень понравился. Особенно потому, что попросил займы четвертый том Гёте, чтобы ознакомиться с Фаустом. Во время нашей беседы я укололся перочинным ножом и, провожая гостя в переднюю, высосал голубую капельку крови, проступившую на пальцы. Ходосевич. Ну вообще, я такой Ходосевич Ходисевич. Вот, ну что, дорогой, давай с тобой прощаться тогда. Поболтали прилично. Про воскресенье еще не знаю, будет ли у нас эфир или нет. У меня работа, у тебя работа. Ну, может быть, и будет, потому что новостей валом валит. Без обзора их оставлять тоже нельзя. Друзья, кто не подписан, подписывайтесь. Рабочая помощь ВКонтакте, рабочая помощь в Телеграме. Будем чаще встречаться и общаться там, обсуждать новости и все остальное, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Пока.